Добрый день! Сегодня у нас 26 декабря и у нас выпал снег. Ну чем не Япония? Наш старый добрый жасмин, чебушник, покрет снега. Наша магнолия. Цветет, можно назвать, жасмин, который настоящий. Наш гиптокодиум. Все как на гравюрах Хиросига. Наша сосна. Как раз самый интересный момент, когда снег налипает на... Сейчас снег мокрый и он налипает на иглы. В Японии такой эффект ценится, но я так понимаю, что он там бывает редко. Когда снег налипает на иглы. А у нас бесплатно бывает. Хоть Японию вези. Можжевельник. Под можжевельком всегда теплее и снег там тает. Наша огромная сосна. Это крымская сосна. Как это все выглядит в ту сторону. Наш гипотокодиум. Камни, поскольку еще тепло, то снег. Камни вообще-то теплые. Снег на них есть ест, а тает. Но только что раньше лежит на верхушке. Наш самшит. Крытый снегом. Сосна Веймутова. Правильно говорят, что любая сосна похожа на японскую. Нет никакого смысла покупать что-либо японское. Наш фанайс со снегом. Снега еще не очень много. Пойдемте дальше. Опять же наша старая добрая калина. Что может быть лучше. Пойдемте что-ли. Опять же наша сосна. Во. Во. Снега. Во. 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 Кипарисовик. Кипарисовик Лавсона. Кто-то там сидит у нас и на меня смотрит. От снега прячется. Не будем мешать. Итак, кипарисовик Лавсона. Со свисающими лапами. Пожалуйста, кому нравятся свисающие лапы, вот они. Улетел. Это сосна Курамаса, черная японская. Наш санзон. Пойдемте. Теперь. Посмотрим, что у нас тут. Так. Тут у нас наша патио. С нашим имплювием. Куда не рекомендуется наступать. Наша патио сделана, так сказать, в помпейском стиле. И отдельные люди изъявили желание сделать помпейские фрески. Ну, что ж. Свет, конечно, хороший. Некоторые даже, что это дико. Скажут, что ничего они не понимают. Вот. Наша патио. На ней, по идее, рожат глициния. Но глициния, к сожалению, не цветет, хотя растет. Так. Что мы видим дальше? Помимо очевидного, у нас есть окно. Это окно предназначено, как вы видите, здесь была решетка, которая квадратная. И люди стали говорить, что она скучная. Я выпил из нее кусочки, получилось такой вот китайский традиционный узор. Для решеток. И я подумал, пусть будет так. Из этого окна можно смотреть на сад за окном, но уже с другой стороны. Так. А вот наша патио. Это сосна. Обыкновенные ватары. Самшитка. Колечко самшита. На данном плане это не камни, а мешки с мусором. Ну, тоже неплохо. Так. Ну, сосна, конечно, хороша. Будем рады. За ней метисы и многоэтажки. Здесь он растет самшит. А у куба? Нет, не у куба. Это другой кипарисовик. Другой совершенно породы. Наш самшит. Так. Тут у нас наша патио. Лавровищ. Нет, это не лавровищ. Это калина. Тинус. Цвистит. Явно не будет. Это лох. Гибридный какой-то. Так. Это наш кипарисовик. Глаука. Уж не помню, какой он там. С снегом все замело хорошо. Здесь у нас растет огромные тисы. Ну, в смысле, не огромные, но выросли тоже здоровые. И всякий плосковерточник. И засыпанный снегом гоец. Снегом в нем больше, чем цветок. А это вот то, что превратился в сад зимой. Наш мискантус. И, кстати, сказать, два камня, которые я купил. Вот они. Вот так вчера доставили. И вот второй. Он больше. Будут с ними экспериментировать. Так. Наш гибридный с этой стороны. Еще больше прежнего. И самая банальная яблоня. Но снег ее делает несколько менее банальной. Вот кедр растет. О, в снегу. Вот такая лапа. Высокий кедр. Уже на антиметров в пять, не меньше. Засыпанный снегом пенинсеттум. Ну что ж. Ничего не поделать. Мискантус вот стоит. Возможно, пенинсетту следует срезать на зиму, а мискантус оставлять. Так. С этой стороны мы видим, я помню, что с братой стороны. Который таким совершенно не воспринимается. Таким. Вот эта калина. Очень зеленая, морщина-листная. Это еще один кедр. Дальше слабый. И еще один кипр. Кипрый сыр, который мы купили совершенно по ошибке. Прямо как в Сибири. Так. Различные засохшие цветки. И, наконец, мы выходим в дверь. Вот как будет выглядеть наш сад. Спейте. Ну, пожалуй, и все.